Игра по многим причинам Редли Скотта Во вступительном ролике, отдельными местами копирующим сцены из гравитации, Аманда расстается с членами своей команды и оказывается в одиночестве на незнакомой станции. Первые несколько часов – самое лучшее, что есть в Alien Isolation. Мы внимательно изучаем каюты и технические помещения, бродим по опустевшим коридорам и читаем записи членов экипажа на компьютерах с выпуклыми ИЛТ-мониторами. Creative Assembly максимально точно и скрупулезно воспроизвели эстетику фильмов, не упустив даже малейших деталей. На столах небрежно разбросаны вещи, а на полу валяются всякие технические приборы, явно оставленные в дикой спешке. Не отстает от картинки и звук. Пока Рипли шатается по станции, вокруг постоянно что-то происходит. Совсем близко слышен стук, над головой что-то зашуршало, где-то прозвучали выстрелы. В таком окружении постоянно ожидаешь какого-то подвоха. Вместе с тем, назвать Alien Isolation чистокровным хоррором было бы лукавством. Это очень напряженная, неуютная игра, но нисколько не страшная. Первая треть проходит в ожидании, что вот сейчас точно что-то начнется, но так ничего и не происходит. Впервые Чужой появляется эффектно и неожиданно. Да только разворачивается это в неинтерактивном сюжетном ролике, после которого мы не видим монстра еще достаточно долгое время. А когда мы с ним сталкиваемся вплотную, на поверхность всплывает еще одна неприятная деталь. Несмотря на то, что убить инопланетную тварь мы не в состоянии, откровенного ужаса она не вызывает. Поначалу кажется, что Чужой вездесущ, и он может, как чертик из табакерки, выпрыгнуть буквально из ниоткуда. Каждый шаг, каждое новое помещение дается с трудом, а вдруг там враг? Потом, правда, это чувство пропадает, а нам становится ясно, по каким принципам действует враг. Если с потолка стекает слизь, значит тварь притаилась и ждет, когда мы попадем в ее ловушку. Если детектор показывает, что ксеноморф где-то поблизости, но мы его не видим, значит он в вентиляции, и мы можем спокойно двигаться вперед. В ближайшие несколько секунд он нас точно не потревожит. Подобное схематичное поведение врага сильно портит атмосферу. Примерно на десятом часу игры становится окончательно ясно, что Alien Isolation — это достаточно занимательный стелс с немногочисленными экшн-вставками, но никак не ужастик. Наиболее остро это проявляется в те моменты, когда на сцену выходят выжившие люди и андроиды. Действуют они на порядок глупее чужого, и часто с ними приходится вступать в открытое противостояние. Тут оказывается, что экшен в новой игре Creative Assembly явно и самый удачный элемент. Англичане могут воссоздать масштабную битву с участием тысяч солдат на фоне пылающего Рима, но вот придумать внятную механику перестрелок они пока что не в состоянии. Спасает система крафтинга, благодаря которой можно смастерить светошумовую гранату или взрывчатку, сильно повышающие наши шансы на выживание. Хотя куда умнее и уместнее, будет просто спрятаться в шкафчике или под столом и подождать, пока враги отойдут на безопасное расстояние. При всех названных нами недостатках, Alien Isolation парадоксальным образом все же является хорошей игрой. Авторы мастерски воспроизводят отдельные моменты из фильма Ридли Скотта и всем своим видом показывают, что безумно любят первоисточник и хотят выглядеть достойно. У них не получился хоррор, но зато получилась незабываемая экскурсия по декорациям знаменитой киноленты, которая длится почти два десятка часов. В игре банально приятно находиться, даром, что жуткий монстр в любую секунду может проткнуть вам грудную клетку. И несмотря на достаточно затянутый и сомнительный финал, от Alien Isolation получаешь удовольствие. Ну а то, что игра не страшная, не беда. Если вы сейчас запустите фильм 35-летней давности, то мы больше чем уверены, что он способен вас напугать так же, как таракант на книжной полке. Вердикт. Восемь баллов. Надо брать.